приветствую вас ребятишки да все тут народу уже капец сколько да в этом лагере наемников и игра кстати ря шутка лагает мне даже сложно представить что же будет когда будет реально это битва да потому что игра реально лагает по жесткому в общем говоря что да вот судил того толпа паладину смотрите идем туда садики и лаги это я просто просто добрых пришел к этим паладину это еще даже битвой началась уже судить какие тормоза нереальные просто пиздец вообще жуть такая вот и дружище диеху да у нас тут сидит как фуфел да это делают есть побочный квест надежные люди называются то есть он типа как бы не против сражаться вместе с нами всеми но типа говорит то что он не доверяет никому кроме паладинов да и паладину тоже не особо и говорит чтобы мы нашли кого-то типа из его старого лагеря то есть честно говоря я как бы на форуме не смотрел этот квест и мне просто интересно кого он имеет ввиду да потому что в принципе все все кто был да не все здесь уже собраны даст согласитесь то есть кого-то еще можешь найти не совсем понятно если честно так вордхаген 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 ович там у него пуму спрашиваешь это ты сейчас командуешь он говорит то что нет командует час генерал ли вот потом мы говорим с генералом ли его сейчас начнется лютый пиздец так вот где там как раз нога вокруг твоей фирмы так теперь ты здесь командуешь он говорит то что типа да я там мне доверили какой там план оборона на какую-то рассказывает вот потом а могу я поучаствовать в этой битве и тусы тебя очень интересный момент исполнил раньше в прошлой версии в возвратке то есть ты не мог решать ничего да то есть ты на автомате в этой битве должен был драться здесь смотрите то есть его решаешь я приму участие в этой битве или нет лучше поговорим о твоих планах да он нам просто в дело и говорит то что у меня насчет касательно тебя были какие то там другие планы то есть принципе видите то есть ты можешь даже выбирать в общество говоря ул мы в прошлой версии пробу бы эту битву проходили там хоть и были лаги но там вроде бы все было нормально а что будет в этих планах я понятия не имею может быть там какой-то вообще будет полный маразм поэтому давайте лучше наверное адреха подальше конечно да пускай будет все та же битва но генерал нам короче говоря говорит что мы не можем драться с сороками потому что типа многие из них бессмертные ну или вообще убьются этой молнии да то есть как бы вот и надо типа разобраться для этого надо найти пиракара и вот с этого момента ребятишки начинается лютый пиздец потому что я зашел на форум посчитал что-то вообще да к чему и если честно немножко охуел думаю сейчас охуеете и вы правда я читал форум буквально уже день назад с моей памятью я уже немножко все подзабыл но надеюсь я все вспомню начнем с того что вы просто спорить с милтеном ой смутаном с пиракаром а потом я уже наверное буду вам все рассказывать слабо горки меня не трогали кстати говоря знать чем еще забавный момент я вам сейчас такой прикол покажу вы просто оба сытись а пока что не могу потому что они спят что ли а нет нет не спят покажу покажу да они спят да он стоит вот смотрите так то есть я избранный который должен убить всех драконов но и которых уже убил который должен победить хранителей который должен там неоднократно спасать мир уже все об этом в принципе знают уже конец игры то есть я должен быть в почете вся херня смотрите я прохожу в эту комнату молюсь молюсь сильно сюда вот а молиться и нас там вот выхожу меня начать пиздить то есть просто я случайно обнаружил у меня такая фишка бы я хочу уже заснял немножко выпуска а потом случайно удалил ту запись ну там было буквально 10 минут я случайно удалил это так как бы хуйня там пресс ничего и не было да но вот этот момент был и я честно раз него настолько охуел что это просто пиздец то сижу повторюсь внутри ну то есть блять чувак там супер-пупер герой беда и можешь ничего не украл его начинаете пиздить за то что он помолился в монастыре и на со статуи и носу бляда это просто пиздец блять это блять это мозг можно сломать до скольки можно было так вот топор на вот все это поделать пиздец просто украин нету блять я просто охуел стал момента ну вот вам его показал теперь надо поговорить с пиракаром пиракар пиракар пиракарище меня прислали ну и вот тут начинается этот пиздец заданием обычных патриарков хранители нас обновляются общем гарап пиракар ничего сказать толком не может он говорит то что типа это самая блять хранителей что-то защищает но это не обязательно что-то такое блять интересно это может быть любое существуем понятия не имеет какое да и возможно есть какое-то божество которое сможет дать хранителям пизды вот собственно говоря то все что он говорит но толкового ничего подсказать не может а теперь судить как валюты пиздец дальше смотрите как раньше был бы в версии то есть ты там просто говорил с ним потом говорил снятбэком если я не ошибаюсь полу так все это происходило да он тебе давал руну но я играл просто замаха то есть он тебе давал там руну или рассказывал я сделал это мир точно не помню ты ее делал и все и ты как бы мог идти ебашить этих хранителей просто телепортируешься больших и все здесь же ты должен сейчас короче смотрите я должен телепортанулся в долину рудников поговорить снятбэком он нам скажет то что по поводу того где искать этих чуваков которые защищают орков он скажет через день вот по поводу хранителей что он нам скажет а он скажет что для начала ты должен типа получить благословение богов и ты должен короче рассмотреть в долине рудников вернее дата сначала должен помолиться и носу билиару пройти их не квесты а еще же естественно ты должен помолиться до носу а естественно нельзя было поставить где-нибудь алтаря до носу в харине середине рудников или даже просто там через ватра своему помолиться ты должен именно этот алтарь на плато древних пойти блять сука да пойти на плато древних то есть опять-таки переходы между локациями по такие-то непонятные беготям беготня блять туда-сюда нахуй да пиздец просто блять и там тоже пост получить благословение а и короче говоря получается что со спящим по сюжету надо будет даться то есть ты никуда от этого не денешься да это уже понятно это я тоже на форуме прочитал просто же ну вот блять не ненену не вообще все правильно все вот реально если бы не если бы блять и вот без этой беготни туда-сюда то есть вообще это было бы не то игра вот так вот ты блять бихаешь когда он блять 90 процентов геймплей из одной локации в другую до блять чисто чтобы сделать какой-нибудь одно там действия блять какой-то упоротая да там помолиться блять или попиздец с кем-то конечно же вообще геймплей из преображается и ты просто блять кончаешься такого геймплея да так бы если бы этого бы не было такой смысл вообще играть ой в общем возвращение как всегда блять доказывают в очередной раз что на полная блять пара шавана давайте увидимся тогда уже в общем да у этого нет дека то есть я же говорю они не то что в этой новой версии в 2 и 0 не поправили долбоебизм и старой версии возвращения да они еще добавили новых блять вот почему нельзя было сделать чтобы тебе все это рассказывал пера карту что типа там вот есть какой-то еще одно божество да там блять и пиздец там вот так то и так то или даже пускай блять все тот же надбак но не было вот этот маразм язычный вот блять плато древних и прочим говном блять ну то есть допают просто лютый м opti а какой-то если честно да с тем что было тут молит anticip нахуй это было ждать ну вот реально да то есть мид сус чтобы блять несot Rain сейчас на дайте удал hidden миков потом что выбрать всем помолиться не идти в харинец потому что в древней juvenников они есть на статуя и нас сюда но похуй да все равно блять идти потом в хор informations и типа тоoo на плато древних получать чтобы эти вот квесты то есть это просто какой-то лютый пиздец вы получается и хуй знаю даже что сказать да она давайте молиться над боковой говорит сад баком держу этот беготня и езжу и ладно бы пол беды было бы если бы мы это бы впервые такое вы встретили модификации на это можно было бы закрыть глаза но мы же практически всю модификацию одна и та же хуйня воды ты должен бегать бить и выдержу из этого места в другое бить и по разным локациям при этом у тебя типа загрузки долгие блять и влаганутые и блять и при этом часто вылетает но это просто почему нельзя было как-то проще все это сделать хуй его знать нахуя нато беготня блять так вот чтобы случилось он говорит нихуя вот что ты знаешь и хранителях идет этот пиздеж его потом твой бог что-то может там блять придумать или не может потом блять ты знаешь там чё там там нахуй блять происходит кажется хранитель вообще охуели в край там короче вот да вот пиздец пиздец все делал закончился пополнились квест и вот нет так уже сталкивался с отрядами орков защищенных древней магии он постарается узнать у своего бога причины поверения ну да вот на утро следующего дня прийти вот она говорит насчет хранителей вот насчет хранителей прежде чем боги даруют мне свое могущество о них захотят проверить меня еще раз в днем буду в чем будет заключаться их испытания мне придется узнать у них самих блять и тому всю каждого будет какой-то свой квест да там у бильяра там какая-то будет миссия что называется у и нас а если вот не знаю насчет а до нас а там тоже будет какой-то квест или можно будет просто сети потому что это тоже будет лютый пиздец так допустим она пойти к нему помолиться он дает то свое добро да а прикиньте все он даст квесты потом ты должен буш его пройти а потом опять возвращаться на плату древних блять и просить этого ебучего адана со чтобы он там типа тебе блять подсобил это просто пиздец да тут же долине рудников пометят а вот по дорожке идти там будет и алтарь и белиара и алтарь и нас облить я прострел я уже думал что мы уже практически игру прошли а вот так вот канал смотришь да сколько вот идет еще квесты но надо будет пройти на этих божеств там да еще все это хуйня ту я такое что может быть даже выпуска на 50 все это затянется если честно да потому что блять конца и края этому маразму нету как мы видим блин да это конечно просто пиздец а и квесты ж какие ебанутые как выдавить допустим я когда читал вот насчет этих вот хранителей насчет за их того как они защищают орков тебе надо будет ходить в эти локации виде были каменные огненные и ледяной дракон приходишь туда и там будет короче куча големов причем так на форуме и писалось там будет куча големов а мой опыт подсказывает мне что когда пишут на форуме куча это знать что их там будет дохуище блять вот и ты должен их всех переху ящик потом ты найдешь такое место где будет типа три хранителя стоять три хранителя стоять блять сука окс окси там серафис как раз там нужен был поводу давайте возьмем даде бустая три хранителя и защищать типа какого-то там элемента ли стихии ты сначала ебашь эти хранителей которые типа как подпитывают этого элемента ли стихии в эти мне 5 это ебутая анимация включилась чё за звук такой был так что рубли вот сначала ебашь от их хранителей потолусом у этого элемента ли и так вот надо бы сделать три раза такой я тут же это должно было бы статуя билера я что-то попутал что люблю бля я покучу попутал походу другой код пещерки да сейчас завалим это придурка я там отошел покушать блинчики с мясом свитки эти брать нора не буду это нашел код пещеру да ну просто смысла не вижу брать эти свитки и прочее шкура ту блин шкура тролля и помните мне когда с деньгами были проблемы я эту пещеру что только сейчас нашел странно так 5 4 не слышу нихера надо колонку прикрутить погромче так я и натуре одишь это херня я чуть не понял там помните была такая пещера давние типа тоже был по моему волк какой-то я кто там ну да волк или кто там помните там была статуя беляра да это что-то я вот 1 пещера вот 2 но там нету этой которую я ищу чуть я не понял ген держи на есть тогда да одишь она тогда есть только куча орков да а пещеру найти хер найдешь общем говоря а вот вот наверно вот вот эта дырка дав дырку падаешь и чё а ты получается это и было такие до пещера да просто в ней почему-то больше деду статуи беляра ну да блять подстала вообще я честно хочу не решал что не риса не решался телепортировался хорениц это потому что думал что мы здесь все как бы найдем да короче чуваки погнали тогда натуре хариз потому что как видите здесь вся хрень уже орками забита то есть соответственно мы не сможем даже банально толком там помолиться придется их всех гасить а мне что-то честно говоря желание вообще нету погнали натуре тогда в хариз там у нас есть и статуя беляра и статуя и носа и все какие хочешь статуи есть да о драконь давать навалим чистая мне деньги вроде бы так как и не нужны дат листок посмотреть но с другой стороны такая штука которая может пригодиться никогда не знаешь когда у тебя будет напряги большие с деньгами следующий раз да поэтому драконь их снайперов лучше не пропускать такую парочку завалил и уже какая-никакая копейка у тебя есть все таки да как ни крути тогда я ставлю паузу и увидимся в харизе кстати говоря какие-то просто чудодейственным образа у меня пока что не вылетала еще игра это реально что-то с чем-то уже сколько раз мы между локациями перебирались да и пока что вылетов не было прям боюсь заглазить да ребятишки и так ну что сначала значит она помолимся беляру потому что он тут прямо в этой башни к стартаса потом по дороге помните туда как ферме лабарта так как раз будет алтари насу помолимся ему да браток браток братишка парампу тут ничего интересного не появилась не то не может только полку обыскать но смысла уже в этом принципе нету так беляр братишка вот беляр даруй мне власть над смертью и разрушениями даруй мне власть над телом и душой я там тебе власть скоро ты будешь править миром от моего имени слушай волю мою слушаю слушаю вот суки они больше не следуют моему золу я хочу чтобы они заплатили за это каждый из их главарей должен заплатить за это так случится с каждым кто встанет на моем пути ни хрена себе тогда уж не указал кто из главарей он сказал каждый из главарей типа их них должен ответить за это но вот воля беляра по всей видимости речь идет об уртрале а ну тогда нормально по крайней мере объясняется кого именно надо убить надо убить уртрава блин кстати опять таки вот блять квест да пиздец вот чтобы беляр дала на свое добро надо пойти ёбнуть уртрава но опять таки по сути не получается что надо зачистить весь город оркаф потому что мышь не поемки допустим славу да сама бортрала а потом не достанем оружие не будем было там прямо косилия потому что у него того хрона неплохая там элитные орки и не стоят эти черные да и нас там быстро на фарш пустит как только мы сменим у льную на нашей капилю тис придется именно так вот потихоньку полегоньку полностью все это зачищать пиздаватая эта анимация включилась почему-то кстати да у меня была нормальная по анимации клуб у меня включилась тут пиздаватая анимация давайте разменим эту анимацию потому как ничего такое не очень нравится кстати озвучка у этого беллера мне очень понравилось интересного у нас а такая же будет я прям был приятно удивлён дал впервые за сколько времени мы действительно хорошую озвучку услышали скелет сильнее черных коблинов я бы правде говоря считал даже иначе потому что вроде бы как обычный скелет в этой игре очень слабенький да это вот именно там уже начиная со скелетов бойцов какие-то там уже до ребята достаточно крепкие крутые а тут даже обычный скелет видите справился сразу с несколькими гоблинами судя по всему такие вот дела хорошо хоть не было маразма знаете чем связанного у меня ведь корма беллиора минус 518 хоть не было такого маразма что типа там пока у тебя не будет корму 0 то биляр типа не будет с того разговаривать а прикиньте был бы такой прикол да я вообще тебя даже бы не удивился в этом в этой маразматической модификации если было бы что-то похожее это конечно была бы полная жесть согласитесь прикиньте надо было бы эту коробу потом до нуля поднимать и я хусь на чего чем я делал бы если честно ну вот да наша статуя и нас и давайте посмотрим что здесь у нас это морки совсем рядом и на нам с ними сейчас драться ведь нельзя и нас дай мне силу владения огнем даруй мне свое благословение я огонь жизни узнай мою божественную волю настало время положить конец хаосу и навести в мире новый порядок пусть падет слуга белья чтобы воссияло пламя порядка хорошо тут тоже он так сказал как-то пусть падет слуга бельяра чтобы воссияло по пара порядка да какой именно слуха бельяр норов кости писать написала да и нас хочет у я убил слугу белья рахма разве еще не всех отправил на тот свет вот опять долба и бизнес да я просто я просто увидел там на форуме то что будут квесты какие-то на этих божеств их надо будет проходить где единственное что я не видел квеста на аданаса вроде бы на него не было никого квеста то есть я на это очень рассчитываю что он нам просто даст благословение и все но вот в чем долба и бизнес повторюсь да вот вот как сейчас без форума от дуплица про какого именно слугу бельяра идет речь да он имеет ввиду самого спящего которого надо только то по сюжету вроде бы как убийца те там вроде как травку видел да или вот кого-то он имеет ввиду быть под сухой бельяр облик ну пиздец да нельзя было как-то пока по конкретнее сказать о я готова бы на них ряда себе чуваки были самого начала игры могли себе замутить я году гублю на этой вершине и не мутили представляете какие мы придурки ты сдал почему нельзя было как-то по конкретнее сказать и живут как без форума сейчас вот догадаться вот кого именно он имел ввиду да вот какого именно услугу белья вот опять блять и живут вся модификация заточена под то чтобы ты переходил на их форум до либо смотрел чита гайды там видосики и вот блять искал себе подсказки потому что сам по самому может быть и можно дуплиться да там допустим банально там просто больше времени потратить но в том-то и время и в том-то и дело что будешь просто до хера времени тратить непонятно на что и не будешь до конца уверен что ты поступаешь правильно да а так посмотрел знаешь и все как бы и дело в шляпе то что мне сейчас придется чуваки опять ставить по ходу паузу потому что да потому что короче говоря хотелось бы мне хотелось бы мне в общем говоря ух нихера сетом движуха цените и ищущие драконе снайперы зомбаки офигеть я здесь помню тоже никогда не был заценить чуваки царский щаульбин офигеть два царских щавля прикиньте чуваки да согласитесь не часто такое встретишь чтоб ты в какой-то в каком-то одном месте два царских щавля нашел просто забавно получается то есть мы вначале игры такие места по пропускали которые там бы могли бы очень здорово помочь в начале прохождения да и вот в конце мы их по находили так ну что тогда я предлагаю сохраниться и опять поставить на паузу и увидимся уже тогда в этом храме истины будем молиться аданасу ну а потом наверное чтобы я уже по форумам сегодня не рыскал отправимся наверное сразу в город орков убьем уртрава до уртрава уртравович а потом уже в общем говоря все остальное тоже получается как бы ну в любом случае если проходите в возвратку на хардиты в любом случае будешь помогать уртраву правильно потому что там я сговор и сфера и вся эта хрень и шахта то есть сначала поучаствует в морку помогаешь типа как с ним сдруживаешься в этом чуть ли не братья уже да там лет настоящие а потом в итоге тебе говорят его ебнуть и ты вообще без тени сомнений без без зазрений совести идешь его хуярить то есть в этот момент тоже вот как-то и вообще вот так вот оно все получается в возвратке как-то слишком в этом плане печально потому что хоринис весь вырезали город орков сейчас мы тоже весь вырежем считаете что да то есть по сути в живых остаются только самые основные такие персонажи есть так посмотреть да только воины обычные граждане обычные люди там какие-нибудь они все что называется вымерли и это по моему но не совсем правильно в принципе да кстати говоря по поводу дать сначала даже знаете куда портанет стать сначала портанется в башню ксардаса до башню ксардаса у нас ведь смотрите у нас есть этот самый царский щаволь есть ягода гоблина и ездишь помните мутаген жизни я просто хочу сделать себе эликсир жизни да потом сделать мутаген и как раз у нас уже будет наконец-то 3000 с лишним хп и возможно еще кстати говоря сделаю себе сразу эликсир ловкости на порта ловкость не уже повышать не так нужно мне сейчас кстати говоря знаете чем еще печалька то что там на форуме ну и вообще я помню да то что чтобы драться с хранителями если ты будешь магом тебе дадут руну но я что не мах у меня всего второй круг магии знать соответственно это про мне будет отдавать оружие какое-то до ближнего боя там дают меч и просто по моему мне тут оголю то что в моей версии нету такого прикола что там будет меч или какое-то оружие на ловкость там будет только на силу и просто я же так подозреваю что силы на этот меч или на это оружие нужно будет реально дохера а у нас силы на данный момент 125 повода до 125 я даже помню то есть согласитесь не шибко большое значение силы то есть этого момента еще очень боюсь прикиньте если все было зря еще в этом плане если потом окажется то что нам в любом случае типа как нужно было это хрень до эликсир ловкости давайте сделаем так теперь давайте изделием буду мутагенные магические изделия до использовать эликсир жизни большой мутаген жизненной энергии отлично это просто будет очень обидно если так окажется потому что на натуре мы так долго все это проходили так долго шли к этому 3026 хп наконец-то у нас 3000 хп чуваки да и в итоге не пройдем просто из-за того что нам не хватит силой на какой-то там оружие так ловкость у нас 454 теперь хорошо да кстати прикольно ну вот в этом плане видите здорово то что мы пошли молиться этим божеством пожалуйста нашли ягоду губную целых 20 русских щавля это же фигеть как здорово ну все да теперь увидимся уже чуваки на плато древних давайте блин чуваки и опять таки представляете у меня игра не вылетела я сегодня сколько раз переходил между локациями вообще ни разу за это все за все это время у меня игра не вылетела давайте сразу на рассвет зажжем потому что там самой пирамиде будет темно так я тут кстати от плохо помню помню что нам нужно куда-то прыгать до в какой-то из этих телепортов то ли в левой то ли в правой глядя полу в левой да 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 вот а это полу святилища до чистилища аданаса кстати можно молиться о душе риар диана забавный момент кстати а что-то вы видели написала то есть аданас типа вас услышал и вдохновил типа в до душу в бездыханное тело так это что получается риар диан типа живет теперь или что просто такой любопытный момент прикиньте если его можно типа как воскресить его теперь появится кстати какого ходит у нас есть смотрите зелья и древние скрижали даже две деревни скрижали прикиньте когда пушу раз здесь был причем я здесь не один раз был я прав ты кого забрать такие вещи неплохие причем достаточно это конечно вот достаточно любопытно ну давайте посмотрим все опять таки эликсир жизни и еще сейчас выпьем 3046 теперь хп нехило бы хп риана раскачегали так а таблички что-то за таблички лучника о лучника ну 101 процент чуваки прикиньте то есть а в счет интересного допустим вот у тебя сто процентов лука ты там прокачиваешь дальше да этот самый луку допустим до 105 до 110 она будет как-то усиливать твой урон или это уже просто как цифра будет и все так и одноручное оружие немножко повысили хорошо так то что теперь давайте то зачем мы сюда пришли он будет кого такое сдавать или не будет я надеюсь что не будет не до 1 до нас даровал вам свое могущество слава богу ладно нас нас не подел в этом плане это правда радует но я же мне что очень интересно того что только что было с риордианом это кстати если вот реально его можно оживить таким способом то это реально разработчиков вот наконец-то можно сказать что респект потому что согласитесь достаточно это было неожиданно надо то есть типа его убиваешь и в прошлой версии нельзя было его никак воскресить эту зацените тут типа ты его можешь воскресить это же натуре но очень приятный момент да то есть но сначала на разнать как сделаем боли давайте сначала мы все-таки пойдемте уже в натуре в этот город орков завали муртрава но потом вот как только мы вернемся в хорини сначала сбегаем на фирму анара там где все магии воды может быть он там будет если его там не будет то возможно и тогда отправлюсь яркин дартам чисто чисто ради этого сбега яркин дарда проверим уже что в библиотеке должен быть его труп может он там теперь появится живой если это так то это конечно натуре очень прикольный момент в игре в моде наверное впервые за хер знает сколько времени меня этот мод чем-то порадует да блять уже впервые я не знаю за сколько часов геймплея так все теперь увидимся уже чуваки возле города орков давайте блять чуваки творится что-то невероятное но у меня опять не вылетела игра вы и хижу я за этот выпуск делал переходов между локациями хер знает сколько раз у меня ни разу не вылетела игра это у меня помню впервые такое да мне часто даже при просто при загрузках вылетала игра при переходах между локациями то вообще практически стабильно было до 85 процентов наверное шанс вылета из игры а сегодня прям как будто модификации меня услышала услышала эти жалобы насчет пиздаватизма бегание туда-сюда и того что игра вылетает при этом да и ты смотри блять перестала вылетать прям какая-то магия в них хохварт сотвориться на самом деле да но это здорово здорово прям вот так у меня под конец выпуска начинает возвращение радовать во первых вылеты прекратились во вторых и живут с риордианом я живу тоже после города орков мы это проверим если все натуре кажется так то это реально респект просто респекте счета очень прикольный необычный момент наконец-то хоть что-то они сделали тогда нормально не через жопу и сделали действительно правильно если в чертовски приятно когда у тебя владение луком к примеру сто один процент уже да это то есть ты уже не просто крут ты уже типа как мега круто ты уже за пределом крутости где-то находишься это реально очень очень круто на самом деле да вообще на правильнее вообще получать как надо делать скорее всего надо сначала вот блять еще одна из человечек и увидел давайте я просто хочу огольных языков себе замутить да хочу себе замутить огненных языков как бы вот может быть еще все потом повысим защиту от огня на один хотя в принципе в этом резона повторю ставить нету потому что мы ни с кем таким уже огненным драться не будем разве что спящий может быть будет нас какой-то огненной магии мочить а так в принципе ведь а еще элементами будет огня точно по квесту убивания хранителей они там же будет один из элемента ли как раз элементами огня так что в принципе нам защита от огня еще оказывается что даже может быть и пригодится вполне так что не зря мы повалили этих огненных ящериц да да вообще в идеале надо сначала промпрок прокачивать бензо и кассову начал прокачивать по максимуму навык просто да допустим там учителями и прочим а потом вот короче говоря использовать эти скрижальки и книжки ну просто так конечно сложно сделать но так конечно было бы правильнее я сейчас даже так представляю себе я же если бы я бы не потратил все эти скрижальки а сейчас быть начали тебя пиздовато эта анимация включилась а сейчас бы типа бы их начал бы тратить досколько было бы круто да у меня сейчас бы вообще двое дурочка было бы наверное около 130 процентов наверное а это согласитесь довольно таки приятно ну или будем надеяться что это оружие хранителей будет требовать все-таки не так уж и много силы у нас все-таки 125 есть плюс есть этот пояс хороший на силу да кто знает может быть нам этого хватит ну и плюс есть немножко а че обучение давайте даже сейчас будем получать очки обучения но тратить их не будем да поэкономим от греха подальше может быть натуре нам еще пригодятся да может быть натуре нам они еще пригодятся хуй он с арбалета хп сносит для бешеный просто да может быть мы еще будем прокачивать нашу силу и нам все это пригодится поэтому не будем спешить тем более что приспи нам уже прокачивать ведь на эти очки обучения толком то и нечего кроме хп до хп уже и так 3000 это более-менее нормальное значение я думаю должно нам его хватить даже что вот нету возможности сильное ранение изучить вернее может быть возможность даже и была но я не смог этого к сожалению сделать потому что конечно средняя когда у тебя уже реально большой запас здоровья то среднее ранение конечно совсем слабо лечит согласитесь надо очень долго лечиться и от немножко напрягает хотя вообще мы уже можем эликсиры я думаю даже пользоваться вот эти вот эликсиры лечения обычная да потому что у нас их хватает уже конец игры плюс нас и денег принципе хватает да как видим так что в этом плане как бы такое давайте братки вообще сюда может быть можно было бы пройти при помощи уму луну мне просто как-то если честно подобного банально да уже захочу всех просто завалить что спокойно перемещаться то этот маразм там тоже потом когда из города выходишь они бывают на тебя ахрится да и это не очень удобно так перегасил их всех да и все и не паришься по-хорошему вообще принципе надо мной надо было всех перегасить но во первых боялся что вдруг они там какие-то квестовое да во вторых там еще что-то боялся все откладывал 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 ну и вот этот момент настал шамана ёбаный он его шаман этого ёбаный то что он не поднадоел если честно угольные стрелы свои пускать оттуда как с пулемета на меня игра уже начал лагать надо она хотя уже скоро принципе серию заканчивать так что в принципе не страшно ничего вроде говоря когда я начну играть за лавкача мне даже не думалось и не верю что когда-нибудь настанет такой момент что я смогу драться с толпой орков потому что вот как-то ты все время себя чувствовал каким-то слабым каким-то ущемленным какой-то как будто комплекс у тебя уже был комплекс не полноценности вот раз ты ловкач ты не можешь пользоваться нормальным оружием не можешь пользоваться нормальными доспехами но вот со временем все-таки нормальное обмундирование ты для себя находишь да там нормальную амуницию доспехи и начинающих действительно хасить довольно таки легко и конечно я в это реально даже не верил если честно даже мне казалось что я до конца игры буду таким вот днищем до которые вообще никого не может загасить это еще пиздовать и за когда дерешься с ними в типах на неровной площади да ну и вот да у меня в итоге ебнул да вот это на ступеньках просто вижу ну такой сука бред вот это вот в боевке здесь и реально ебнутый просто вот блять а то есть они им допустим похуй да он будет снизу тебя сверху тебя у тебя сможет мочить но ты вот если находишься на ступеньку ниже там да а он выше тебя ты бьешь и типа по нему не попадаешь это так заебывает дико получается ты не можешь нормально драться в ближнем бою на неровной поверхности блять из-за этого очень часто сливаешься в том числе участку из этого слились блять и как-то блять не очень это приятно да что называется ну хуй с ним в принципе все равно ой пора уже выпуск заканчивать будем добивать следующем да ух я вам как всегда ребятишки благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока